тулуза это город красных не красных фонарей и не красных людей просто красных домов здесь практически все дома выполнены из красного кирпича и поэтому поэтому город весь изобили рует изобили что я сказала в общем он весь такой в красных красках смотрите очень я говорю в этом городе абсолютно точно можно и нужно жить если вас стоит выбор в каком городе франция вы хотите жить выбирайте тулузу совет здесь есть все я просто обожаю этот город а я в общем-то иду искать магазин который называется пилон ну почему потому что там работает человек которого я очень хочу увидеть вам расскажу краткую предысторию в общем этот парень в свои 24 года сейчас получается ну сколько 25 26 у него уже было несколько салонов по маникюру и педикюру в каннах и бизнес достаточно хорошо шел и не только в каннах там у него жили по мамбы или магазины но в общем не суть суть в том что в один прекрасный момент я даже помню этот день когда он сам не делал маникюр и говорит мне так все надоело мне надоело вся эта ответственность мне надоели эти гламурные к на я хочу отсюда уехать и начать жить заново я бы спросила куда он хочет уехать и что он будет делать и он сказал что он уедет в тулузу найдет себе обычную работу и больше ни за что не будет ответственный как бы он считает что его жизнь от этого изменится в лучшую сторону и вы знаете в определенный момент он это сделал он продал свои бутики уехал и сейчас работает обычным продавцом в магазине я очень хочу сейчас с ним встретиться поговорить и узнать как сложилась его жизнь в тулузе действительно ли он чувствует себя лучше когда он больше не владелец каких-то там модных маникюрно педикюрных салонов и мы отправляемся сейчас на пляс ду капитоле к сожалению его снимать я не буду потому что ну есть но свои причины зачем это знать всем вот и но я по крайней мере вот сейчас иду на главную площадь тулузы и там я найду его в магазине работающим обычным продавцом я уверена что он очень удивится потому что мы не виделись уже я была беременная ленту то есть почти два года я нахожусь на знаменитой пласть ду капитал это почти то же самое как красная площадь в москве здесь кипит жизнь это тебе не канны настоящий большой город хочу здесь жить а вот тут вот знаменитые отель крон плаза правда ой наверное не буду это говорить знаю некоторые не очень хорошие вещи про этот отель но мне кажется они с этим уже борются а тут есть люди которые ходят возле меня и чихают а и конечно же поезд как же я забыла сказать про паровозик там далеки как и в каждом городе везде есть паровозик который предлагает там небольшое путешествие по городу и рассказывает вам его его историю там и какие-то события но я уже вижу магазин в котором работает перик и поэтому я наконец-то пришла я надеюсь что у него не обеденный перерыв я надеюсь что он меня вообще узнает потому что последний раз мы виделись давно и позавторой беременности потолстела наверно мне сейчас к что ты такая толстая тут ходишь меня позоришь в магазине здесь такие распродажи что я офигела просто и коллекции очень сильно отличаются от тех коллекций которые в каннах например я зашла в зару там вообще просто ой я тут засмотрела сейчас покажу там вообще просто совершенно другое все этого в каннах нет мне кажется что на шопинг нужно приезжать в тулузу вот как вы думаете они настоящие или нет они настоящие подожди с попробуем им копеечку положить посмотрим что из этого выйдет смотрите они сразу зашевелятся сейчас я найду копеечки смотрите а и сразу хоп и шевелятся ты видела лин выглядит как будто искусственные какие-то памятники но на самом деле они живые это нереально просто правда тут такая жара я вам даже не могу передать в каннах по крайней мере там ветерок такой бриз как бы да с моря дует а здесь ниоткуда ничего не дует здесь такая жара даже я бы сказал это не жара духа то потому что дышать совершенно нечем я не думаю о том что сейчас происходит в москве наверно все гораздо хуже там обстановка но в тулузе тоже очень-очень жарко но из-за того что здесь есть прохладные бутики причем с такими скидками то конечно же это радует и ходить по тулузе как-то легче но к сожалению моё время вышло и там где-то на машине уже меня ждет джульен со всеми чемоданами и нужно возвращаться в канны мне стыдно в этом признаваться на мне печально возвращаться в канны ну почему потому что те кто приезжают в канны как бы да на на каникулы у них конечно же остаются такие впечатления каннах что они там отдыхали купались в море питались морепродуктами а у меня что сижу дома и работаю за компьютером я знаю что август предстоит еще сложнее чем другие месяцы поэтому нужно возвращаться и с новыми силами работать работать нести благо так сказать и помогать дальше всем русским чтобы они адаптировались на лазурном берегу так что в путь и возвращаясь назад в канны и по дороге буду вам снимать если будет интересно автодороги как они устроены во франции но если честно ничего там такого удивительного нету но когда я приехала в когда я приехала во францию совершал свои первые путешествия по автодороге конечно же некоторые вещи у меня вызывали удивление но я попробую вспомнить что это были за вещи снять вам это на свою маленькую камеру но вот поехали в канны вот все мы уехали из тулуза наконец-то мы держим путь в канн и надеюсь наконец-то мы доедем туда вот мы находимся на автодороге ничего интересного я автодороги рассказать не могу я не помню ничего такого что меня когда-то впечатляло сейчас мне кажется таким скучным и к тому же у меня очень грязное окно вообще ничего не видно через это окно но еще ко всему прочему мы не можем его помыть вреду того что поломалась какая-то там штучка и на ближайшей станции мы планируем ее купить но так как дети спят останавливаться мы не будем мы обычно вообще в ночь выезжаем чтобы они там выспались и не переживали в общем ни о чем они там спят сзади а мы едем там 6 8 часов но в этот раз мы поступили по-хитрому они у меня не ложились в обед спать я их дотянуло до 4 часов вечера и потом просто без сознания вырубились оба там спят сзади вот и мы таким образом будем рулить до того момента пока один из детей не проснется и тогда мы остановимся там попьем кофе или еще что милиция стоит скорость смотрит но что интересного на автодорогах франции номерах практически все автодороги платные стоит это может все зависит от расстояния из какого города в какое вы едете но мы рассчитываем примерно купился кутом пупы для лютожек и он фейду кана тулуза по удовут он говорит 40 50 евро будет стоить вот переезд из кант в тулузу ну и соответственно и обратно считайте примерно 100 евро туда и обратно там но поезд или самолет будет стоить дороже для четверых человек нас теперь четверо хорошо еще кота с собой не взяли вот еще вот интересно есть такая станция радио 107 7 это радио примерно то же самое как в москве есть радио которое рассказывает о пробках в москве это тоже самое это станция на по всем автодорогам франции работает и она как бы коптирует автомобиль в какой зоне он примерно находится это радиостанция там вещает музыку ну и в том числе что вот на этом отрезке там автодороги по которой вы сейчас едете где-то произошла авария где-то там пробка где-то еще что-нибудь очень предупреждаю поэтому это очень удобная штука едешь себя мозгу слушаешь заодно знаешь что происходит вокруг мы постараемся поехать мы постараемся ехать достаточно быстро насколько это возможно быстро потому что в основном скорость ограничивается 130 километрами в час на некоторых участках дороге 110 вот мы постараемся все таки немножко быстрее ехать там на 5 километров это не считается и даже если вдруг полиция будет коптировать ваша вашу скорость то если на 5 километров больше никто ничего не скажет за это и штраф выписывать не будут но мы все-таки постараемся быстро ехать потому что обещали в 40 департаментах или как сказать 40 регионов франции особенно вот южная сторона обещали большую грозу и мне бы очень хотелось попадать в грозу поэтому мы вот едем 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 но больше ничего интересного я не нашла на автодороге чтобы вам показать подсолнухи тут растут мы остановились на ближайшей станции потому что леночка сделала свой туалет прямо в подгузник и вот хотела показать практически каждая станция она оборудована такой правда на грязное здесь я не знаю почему это называется комната детская где здесь есть такой небольшой там туалетик совсем малюсенький для деточек совсем малюсенький такой умывальничек и соответственно то где мы можем поменять деток здесь вот есть салфетки которые тянешь там да и ребеночка укладываешь меняешь ему подгузник ну и ребеночка можно помыть здесь есть теплая водичка такие вот здесь во франции станции 5 вот еще один такой прикол пока ребеночка меняешь у них здесь всякие картинки такие цветные есть и поэтому ребенок не плачет и как бы адаптирован к этой комнате и очень легко поменять подгузник а еще вот здесь вот есть дистрибутер чтобы можно купить подгузник за 3 евро можно купить салфетки тоже за 3 евро вот в такой вот коробочке а можно даже посмотреть рост ребенка здесь ну по крайней мере ленка довольная да ну и конечно же на каждой станции вы можете купить кофе чай или там где-нибудь прохладительные напитки вот в таких вот автоматах цены не очень высокие по одному евро все это стоит можно даже суп купить вообще если честно на станциях на автодорогах вообще есть абсолютно все есть и макдональдс и quick и рестораны есть и дорогие недорогие заправки что там еще покушать можно журналы можно всякие купить сигареты может купить в общем ну набор услуг конечно весь не перечислить но нам вот не повезло мы взяли кофе купили а он оказался без сахара в автомате вот но он пошел вроде нашел сахар там где-то так что буду пить кофе сейчас на капоте машины и